Всем привет! Это канал Сэймэй, культ фигурного катания, и я рада вас видеть на своём канале. Сегодня вас ждёт достаточно интересное видео, я, по крайней мере, готовила его с большой душой, и посвящён он будет 90-м годам и фигурному катанию. На самом деле на моём канале уже есть ролик, посвящённый женскому одиночному катанию в 90-е годы, Олимпийские игры, и пусть этот ролик не набрал какого-то вау, огромного просмотра, да, в целом масштабы были не такие уж и высокие, но мне понравилась атмосфера, мне понравилось это время, и я подумала, а что же там с мужчинами? Потому что мой путь фигурного катания всё-таки начался в 2001 году, и 90-е для меня это что-то такое закрытое и непонятное. Конечно, я знала таких фигуристов, как Илья Кулик, Алексей Урманов, но плюс-минус, Элви Стойко, просто эти имена были на слуху, но лично, лично я не знакома была с их творчеством. И каково было моё удивление, когда я нашла фигуриста, который вот покорил моё сердце из 90-х, и это француз Филипп Кандалора. Вообще-то я знала про него и даже смотрела его программу на Олимпийских играх 1998 года в роли мушкетёра, но как-то я не впечатлилась и как-то мне не зашло. Но буквально недавно YouTube мне порекомендовал посмотреть такую программу Кандалора, как «Крёстный отец» 1994 года, и знаете, я была в дичайшем восторге, поэтому сегодня я буду говорить о просто невероятном Филиппе, о невероятных его программах и выступлениях, поэтому давайте поскорее начнём. Могу сказать, что Филипп Кандалора — это один из самых горячих фигуристов 90-х годов, да и вообще. Сейчас ему 51 год, и он, конечно же, участвует в разных шоу, но самый пик его приходился на то время, когда он выступал на различных спортивных соревнованиях. И вообще за его плечами достаточное количество титулов, хотя-хотя, забегая вперёд, могу сказать, что судьи к нему были достаточно жёстки в каких-то моментах, и Кандалора — это один из тех фигуристов, который вообще не самый техничный и даже не самый хореографичный. У него достаточно слабая пластика и даже немощное вращение, но он покорял публику, особенно женскую публику, своим артистизмом, своими просто какими-то вау-образами, и поэтому его любят до сих пор. Филипп Кандалора у нас является четырёхкратным чемпионом Франции. Я себе записала кое-какие подсказки, буду подсматривать, не ругайтесь сильно. Значит, национальный чемпионат Филипп выигрывал в 94, 95, 96 и 97 годах, то есть четыре года подряд. Также наш Филипп дважды был серебряным медалистом чемпионата Европы. Он брал серебро европейское в 93 году и в 97 году. То есть ситуация такая, что не всегда, не всегда он попадал на пьедестал, хотя на самом деле у него была огромная армия фанатов. На чемпионатах мира что происходило? У него есть серебро чемпионата мира 94 года, это вообще его самый лучший год, мне кажется, и у него есть бронза чемпионата мира 95 года. Но самый пик его творчества, самый пик его фигурокатательной карьеры, это, конечно же, Олимпийские игры. И вот тут сюрприз, потому что Филипп дважды стал бронзовым медалистом Олимпийских игр в 94 году и в 98 году. И вот такая интересная судьба. Он мечтал участвовать на Олимпийских играх 92 года, потому что они проходили во Франции. И он прям готовился, он был в таком ажиотаже, ему было тогда 20 лет, если не ошибаюсь, но травма просто перевернула все планы и помешала ему участвовать на своей родной Олимпиаде. Но при этом в следующих Олимпиадах он на пьедестале, и это невероятно круто. Какие образы, какие программы запомнились и ассоциируются с именем Филиппа Кандалора? Вообще я советую, конечно, смотреть все, а я выделяю только свои самые-самые любимые. Конечно же, топ-программа — это, знаете, такая многосерийка под названием «Крестный отец». То есть, что это такое, да, как это вообще понимать? Мы иногда с вами видим, что фигуристы берут какую-то музыку, ставят произвольную или короткую программу, и потом катают еще несколько сезонов. Кандалора поступил немножко по-другому. В сезоне 1994 года, когда были Олимпийские игры, он берет «Крестного отца», музыку из фильма «Крестный отец», на короткую программу, на произвольную программу. Потом, через год, в 1995 году, он берет снова произвольную программу «Крестный отец», но катает ее совершенно по-другому. Это совершенно другая хореография, это совершенно другие прыжки. И такого никто не делал, мне кажется, и это очень необычно. Потому что я думала, что в 1995 году у него будет просто копирка того, что было за год ранее. Ничего подобного? Нет. Кандалора все-таки умел удивлять, и это было прям невероятно. Итак, давайте начнем с короткой программы чемпионата мира 1994 года. Хочу сказать следующее. Чемпионат мира, если вы знаете, помните, у нас проходит буквально сразу же после Олимпийских игр. Там месяц, полтора, что-то около того. И вот на Олимпиаде, несмотря на бронзу, то, что Филипп взял бронзу этой Олимпиады, на Олимпиаде он жутко волновался. И это было прям видно. Он был сосредоточен на Олимпиаде, он даже так долго не улыбался. Он был очень скован, очень сдержан, и там у него было падение с последнего прыжка. Но когда ты смотришь чемпионат мира 1994 года, где перерыв месяц-полтора, как будто бы совершенно другой человек. Он раскрепощенный. Он ни капли не волнуется. Если мы берем короткую программу под год-фаза, образ следующий. У Филиппа были такие длинные волосы, достаточно до плеч. В короткой программе он собрал это все в хвостик. У него была белая рубашка, полосатые штаны. И вот его начальная поза, она удивительна. Он просто так смотрит спокойно на зрителя и даже немножко пожевывает. И ты понимаешь, что как бы, алло, чемпионат мира, это важное соревнование, это важный старт, надо вот собраться. А он просто поехал и начал катать. И это круто. И надо сказать, что я упоминала, что Филипп у нас не супертехничный парень. И это прям беда на самом деле. Единственное, что мне нравится, это его тройные аксели. Он, по-моему, все свои программы начинал с тройного акселя и, может быть, даже в каскаде. В данном случае, в короткой программе под год фазы в 1994 году, он открывал тройного акселя и двойного тулупа. Почему мне нравится тройной аксель у Филиппа? Потому что он какой-то супервысокий, мегавысокий. И я даже, честно, не припоминаю, у кого такой высокий. Я сейчас Юдзуру вспомню в своем очередном ролике, но не знаю, как-то у Юдзура это все так гармонично смотрелось. А ситуация с Филиппом, это прям так тебя удивляет. Первый каскад у него был удачный. Остальные прыжки он то ли перекручивал, то ли не докручивал, наоборот. У него какие-то проблемы с ребрами, это прям чувствовалось. То есть в плане техники все достаточно болезненно. Но в плане артистизма, как он взаимодействует с публикой? Его дорожка шагов, вот как только он начинает дорожку шагов, все женщины в зале начинают вопить. На полном серьезе, они начинали орать, аплодировать. Просто чувствовалась какая-то, знаете, такая энергетика, какой-то заряд электрический. Откатал он неплохо короткую программу, ну если не придираться. Как только он закончил, просто вот вы бы видели, что там происходило на трибунах. Посмотрите этот ролик, гурьбой, все женщины просто подбегают, ну как можно ближе к бортику. Чемпионат мира был в Японии, а знаете, что японские фанаты у нас достаточно такие преданные. И они бросают на лед букеты, игрушки, везде плакаты с Филиппом. И Филипп такой, очень такой, миленький, хорошенький, смотрит на всех, и лед просто усыпан. То есть это такая ситуация, знаете, из Урухани у только 90-й, версия номер один. Очень круто, и Филипп как бы собирает эти букетики и в охапку несет это все в Кисан Край. Очень милая атмосфера, мне прям понравилось. Хлопали стоя, просто стоя. Мне кажется, что когда я начинала смотреть фигурное катание, вот начало нулевых, это прям редкость была, когда зрители встают. Сейчас как бы мы это видим, но для 90-х я не знаю, честно. Ну, конечно, мне хочется как можно больше посмотреть, но ситуация с Филиппом, это было прям мега приятно. Теперь по поводу произвольной программы. Казалось бы, снова год фазы, снова музыка из культового фильма. Но образ совершенно другой, то есть пошла вторая серия, да, как бы продолжение. Я понимаю, что мы сейчас можем вспоминать другого французского фигуриста, нашего современника Адама, у которого произвольная программа продолжает короткую. Но здесь ситуация не то, что продолжение истории, а как бы продолжение образа, что ли. Здесь мы видим Филиппа, он уже волосы не просто на хвостик убрал, у него тут всё гелем зализано назад, серёжки в ушках, чёрная такая свободная рубашка, и вообще он такой гангстер-гангстер. Ну, это идеальная программа, это идеальный прокат, скажем так. Вот не поленитесь после моего ролика, взгляните, пожалуйста, на произвольную чемпионат мира 1994 года. Но это прелесть, это фильм, это спектакль, и вот опять же, сравнивая с Олимпиадой, где он был очень скованный, здесь он позволяет себе во время проката, во время каких-то хореографических элементов помахать ручкой зрителям, или остановиться у борстика, сделать какой-то там взгляд, по-итальянски руки сложить, сделать какую-то, знаете, очень интересную дорожку у него была, я так поняла, что это была его фишка, когда он на полной скорости, там, сгибает ноги в коленях и там подпрыгивает, это любопытная вещь. И тоже такая культовая история в этой программе, это завершающая вещь, которая выглядит следующим образом. Когда Филипп вращался, он вращался-вращался и резко падает на колени, и вращается на коленях. Мне кажется, что Филипп просто пытался сломать систему. Кандалора это тот спортсмен, который действительно имел какие-то терки с весу, судя по тому, что мы видим по оценкам. Его судьи не особо жаловали вообще. Как бы, да, этот парень не супер техничный, не супер хореографичный, но у него столько фанатов, его просто обожают, все кричат, все орут, лед в цветах. Как бы он мега известный, с ним начали заключать рекламы, какие-то там рекламные сделки каких-то брендов. То есть он прямо лицо фигурного катания, но от ИСУ он получал какие-то копейки. А если говорить про программу год-фазы призволку, эти выразительные глаза, боже. Ну, смотрите, здесь он получил неплохо. За технику самое меньшее у него было 5-7. И напоминаю, что в 90-е годы у нас была другая система оценивания, 5-5, 5-7, 6-0 и так далее. Вот, за технику мы ему поставили 5-7, хотя он там коряво, на самом деле, последний прыжок-то свой сделал опять. А за артистизм у него была 5-9. То есть как бы самая высокая 5-9. Это неплохо. Вообще, повторю, что 94-й год для Филиппа был такой вау-год, где еще ему чуть-чуть как бы позволяли делать то, что он делал на льду, а вот дальше, дальше пойдет такое ожесточение. Итак, вот на волне популярности мы заканчиваем 94-й год, переходим к чемпионату мира 95-го года, и здесь производена программа серия номер 2-я год-фазы кроссный отец. Третий новый образ. У него уже пышные волосы, немножко просит, что ли он себе сделал. А они распущенные, бородка, белая свободная рубашка. И если сравнивать с предыдущей версией год-фазы, то здесь очень такая, знаете, насыщенная программа. Тут уже прям дорожки какие-то разные появились. Здесь уже такая прям скорость, он прям так старается. И у него технически более-менее-то получилось. Хотя, знаете, когда он заходил на прыжок, я всегда волновалась, думала, боже мой, ты сейчас что-то там не так крутянешь, не так ребро поставишь, и пойдет, поедет. Но на самом деле вот эту программу интересно наблюдать, потому что в ней нет пустоты, в ней нет той ситуации, где ты, ага, продышаться. Потому что в предыдущей версии крестного отца два таких момента будет. Кстати говоря, где он просто пошел по льду, к бортику подошел, то сейчас, как бы, мне кажется, такого не допустили бы. А тогда, видимо, можно было. В 95-м году было все достаточно живенько, много связок хореографических. То есть, виден был прогресс. Виден был, что парень не зазнался, что он не оставил то же самое, что было ранее, а чему-то новому научился. И вот тут начинается проблема с оценкой, потому что я не думала, что, знаете, как-то оценка должна была упасть. В техническом плане, но за технику ему ставят 5-5. Самое меньшее почти что от всех судей, кроме одного. Один судья за технику ставит 5-9. Это, конечно, тоже перебор, но все же. И как вы думаете, кто поставил ему 5-9? Французский судья. Вы знаете, я обожаю француза в этом плане поддержать своих. Это было так видно, это было так явно, но никто до этого не докопался. Ну и ладно, что, француз поставил 5-9. За артистизм, а в 95-м году на чеме Филипп получает также самую высокую 5-9. Ну, то есть это очень хороший результат. Проходит еще год, и наступает чемпионат мира 96-го года. Наверное, это мой самый любимый прокат у Филиппа, потому что это просто ломка системы, это ломка всего, что, наверное, годами строила ИСУ эти традиции. Что мы видим? Произвольные выступления у мужчин. Все волнуются, все готовят какой-то вау-прокат. Там много очень-то наверняка, я не утверждаю, но думаю, много классики, много каких-то мундиров и прочее. И наш Филипп Кандалоров. Его образ — это просто моя какая-то одна большая любовь. Он вышел, у него челочка, лака была поставлена как у единорога, чтобы вы понимали. Дальше это не все. Дальше он в желтой рубашке, в черной жилетке, и сзади как будто бы у него белая шляпа прикреплена. И у него был образ такого веселого ковбоя, и музыка из лестерна, и каких-то таких очень комедийных фильмов. И вот этот образ уже умиляет, когда Филипп только-только выходит на лед. Дальше еще смешнее, потому что он не начинает с центра катка. Его начальная поза была у бортика, где сидели судьи. И он еще присел на корточке, так, чтобы судьи его не видели. А когда началась музыка, он просто резко встает перед судьями и выкатывает удивленно свои глаза. И это было так смешно. Просто я хотела в тот момент обнять Филиппа и сказать спасибо тебе за то, что ты задаешь жар этим исушникам. Ну, это было очень здорово. Кстати говоря, чемпионат мира 96-го года, прокат Филиппа я смотрела в эфире Первого канала. Я нашла такую запись, это было очень любопытно, с русскими комментариями. Старая, конечно, запись, но все же. Вообще, я могу сказать, что комментарии были-то разные. То есть многие писали, как несерьезно, как можно так кататься? Производная программа похожа на показатель, накатайся так в шоу. Да вы чего? Да вы чего? Парень решил прикольнуться. И это было прям уместно. Да, Филипп себе позволял много. И попой покрутить перед судьями, и сделать позу, где он там типа засыпает. Но у него была насыщенная программа. И это, наверное, первый раз, когда он не упал. То есть прыжки были косо-криво, но приземлены. Дорожка была такая, вау, насыщенная. Где он там и стреляет, и как будто бы на лошади едет. Мне было очень интересно за этим наблюдать, за этим смотреть, как будто я смотрю какую-то комедию, фильм. Я, конечно, очень люблю классику. Я очень люблю какие-то такие речные, романтичные образы. Но Филипп меня порадовал. Вот когда человек не боится показаться смешным, это достойно уважения и восхищения. Его программу не оценил никто. На самом деле это было прям ой как. Хотя после того, как Филипп закончил, зрители встали. Зрители встали и хлопали. Это уже который раз ситуация с Филиппом. По поводу оценок, что он получает. Несмотря на восторг публики, за технику, самый низкий это 5-3. Ну как бы зачем? Он же не упал. За артистизм, внимание, от канадского судьи он получил 5-4. Я не знаю, что такого надо было катать, чтобы канадец поставил нормальную оценку. 5-4 это вообще не серьезно. Вообще канадцы, конечно, они такие, ребята. Я сейчас субъективно рассуждаю, но канадцы и фигурное катание это всегда что-то такое прям конфликтное, проблематичное. Или мне так кажется, но сколько я наблюдала канадцев, и все их реплики, и все их поведение, меня это вообще не радует. Ну ладно, 5-4 было обидно. Просто было обидно за Филиппа. Мне кажется, он стал таким очень классным украшением вот того турнира, потому что, опять же, повторюсь, как его встречали, как его провожали. Вот не знаю, у других фигуристов как было, там у Элвиса Стойко, Тодд Элдридж, по-моему, такой был парень. Короче, надо как-то посмотреть. Дальше был сезон 97-го года, и, наверное, это мой самый нелюбимый сезон у Филиппа, потому что произвольная программа была поставлена на музыку из фильма «Наполеон». Ну, француз, Наполеон, у него там были волосы собранные, как в конце 18-го века, синий мундит, белые штанишки, и было, вроде бы, даже и неплохо, но как-то меня не связался вот этот образ с Филиппом. Это я уже такая придирчивая, не надо ничего. Единственное, что я заценила в этой программе, это опять-то ломка системы, как мне кажется. Он не закончил программу какой-то финальной позы в центре или где-то там катка. Он закончил программу в движении. Там он как будто бы Наполеон какую-то позу сделал, очень такую знаковую для Бонапарта, и поехал. И музыка закончилась. Я такая, боже, Филипп, ну, ты просто, я не знаю, ты наше сердце крадёшь, ешь и выплёвываешь. Ты просто разбиватель женских сердец вообще в любом обличе. И, ну, при 19-мом год могу только так сказать. Вы можете посмотреть Бонапарта, кому-то он прям нравится, кто-то его запомнил, мне как-то не зашёл. И 98-й год, это всё-таки сезон второй Олимпиады. И вот смотришь на Филиппа и думаешь, что ты приготовишь на Олимпиадах? А он готовит нам образ мушкетёра вот это всё, как будто бы несерьёзно. Но это было так, знаете, это было, опять же, очень в тему, публике понравилось. Мне понравилась дорожка шагов Филиппа на Олимпийских игр, где он там как будто бы шпагой махал с прыжками. Вроде у него всё задалось, всё было круто. И вообще, он много улыбался в этой программе, в этой программе. Он не часто улыбался в тех сезонах, а здесь он улыбался, кланялся, был таким прям милаш, таким кавалером, действительно, француз прям. И после программы он был счастлив, он был доволен своим выступлением, это было видно. И сон края кто-то ему бросил шляпу, он прям надел и ждал оценок. И вот здесь за техникуму ставят 5-5, самое меньшее, за артистизм наконец-то он получает заветный 6-0. Как вы думаете, от кого? От французского суди не подкачал просто наш парень. Блестящее, блестящее. То, что он смог обойтись с соперников, те, кто в принципе обгонял его на каких-то там мировых стартах или европейских, это, конечно же, очень-очень круто. Так что Филипп безусловно просто, знаете, мега-звезда вот этого времени, той эпохи, которой до сих пор имеет армию фанатов. Я читала много комментариев, все о нем вспоминают с какой-то теплотой, с любовью, и это прям очень-очень классно, очень-очень круто. Ну что, вот так я вам рассказала про самого горячего парня в фигурном катале 90-х. Надеюсь, вам понравился Филипп, понравилось это видео, и, возможно, вы впечатлились, и вам захотелось посмотреть выступление Филиппа Кандалора. Это очень классно, это показывает, что все-таки не зря я тут сижу и вещаю о фигуристах. Всегда благодарна вам за просмотры, благодарна за комментарии. Обязательно делитесь своими впечатлениями о Филиппе, обратная связь, это очень-очень хорошо. Ну а я с вами прощаюсь до новых встреч, надеюсь, ролики будут выходить намного чаще. Новые темы, новые, скажем, фигуристы для меня, может быть, я буду рассказывать что-то про историю фигурного катания, но и сезон, в сезон все ближется, а это значит, контента нам будет достаточно. До новых встреч, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok